Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад будет сегодня про именно применение, какие существуют нормативно-методические документы и их применение. Но можно, может быть, с каким-то сожалением, может быть, не совсем с сожалением, констатировать то, что ровно год назад на данном сокфоруме также было озвучено про нашу нормативную деятельность. С того времени, конечно, изменения произошли, может быть, не такие быстрые, как хотелось бы, но какие есть, мы над этим работаем и в любом случае совершенствование нормативной базы, она будет постоянно вестись с нами и самая, скажем, последняя информация будет доводиться до субъектов критической информационной инфраструктуры. Продолжаем разговор, для чего мы создаем систему информационного взаимодействия в рамках Госсопки и какими в этой системе надо пользоваться методическими документами, нормативными документами. Очевидно, что обеспечение информационной безопасности субъектов критической информационной инфраструктуры и вообще российского информационного пространства является в настоящее время актуальной задачей и, можно сказать, и одновременно сложной задачей, особенно с учетом различных заявлений наших иностранных партнеров, так называемых, и также с учетом постоянно меняющихся угроз в информационной сфере. Нами создается система официальных взглядов, нормативная и методическая база в сфере информационной безопасности КИИ, появляются в информационном пространстве, появляются новые угрозы в условиях особенно цифрового развития, появляется зависимость, все больше с нарастающим таким эффектом, появляется зависимость от информационных технологий, как людей, так и организаций. И мы уже видим сейчас какие-то угрозы, которые в связи с такой цифровизацией возникают и будут возникать в будущем. И начинаем над этим работать, над совершенствованием, начинаем работать уже сейчас. Итак, в целях реализации федерального закона 187 и с учетом указа президента 620 мы выпустили ряд нормативно-правовых актов и методических документов. Разрабатывая эти документы, мы видели и видим основную цель решения задачи госсобки, это создание общего информационного пространства, которое будет полезно, как уже Алексей сегодня упоминал, будет полезно каждому участнику этой системы в целом, да, каждому участнику и вообще информационному пространству Российской Федерации в целом. Законом, я думаю, уже все давно выучили эти 13 областей критической информационной инфраструктуры, они определены. Основные, скажем, направления, которые заложены законом в части госсобки, это 13 областей критической информационной инфраструктуры. Все субъекты критической информационной инфраструктуры обязаны информировать Национальный Координационный Центр о компьютерных инцидентах, то есть вносить свой вклад в формирование общей базы знаний и вредоносной активности и тем самым помогая нам строить эффективную защиту и решать тем самым задачи предотвращения компьютерных инцидентов. Информация о компьютерных инцидентах может предоставляться органами, организациями, не являющимися субъектами КИИ. В законе это четко прописано. То есть можно сказать, что само понятие государственной системы госсобки, оно шире, чем понятие критической информационной инфраструктуры. И такому взаимодействию не субъектов КИИ уже у нас в настоящее время есть очень, скажем, эффективные и полезные примеры такого взаимодействия. Есть организации, которые инициативно, скажем, с нами начинают взаимодействовать, делиться какой-то информацией. И это очень позитивно. Закон в части госсобки предусматривает, что существуют силы государственной системы обнаружения предупреждений компьютерных атак. К ним относятся подразделения и должностные лица ФСБ России, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, который мы представляем на данном форуме, и подразделения и должностные лица субъектов критической информационной инфраструктуры, а также иные, как я упомянул ранее, иные органы и организации. Закон обязывает субъектов критической информационной инфраструктуры взаимодействовать по вопросам обнаружения предупреждений ликвидации компьютерных атак с ФСБ и непосредственно взаимодействия такое осуществляется через Национальный координационный центр. Технические аспекты такого взаимодействия будут освещены в следующем выступлении. В госсобку, то есть в Национальный координационный центр информация поступает через средства, предназначенные для обнаружения предупреждений ликвидации последствий компьютерных атак. Я озвучил сейчас основные направления закона в части госсобки. О целях и задачах Национального координационного центра было сказано в предыдущем выступлении. Для регламентации процессов, которые надо организовывать, мы выпустили и выпускаем следующие подзаконные нормативно-правые акты. Это три приказа, которые в настоящее время утверждены и зарегистрированы в Минюсте. И три приказа, которые пока находятся в виде проекта. О них я кратко сейчас расскажу. Первый. Это приказ об утверждении порядка обмена информации о компьютерных инцидентах, а также о порядок получения информации субъектами критической информационной инфраструктуры о средствах и способах проведения компьютерных атак и о методах их предупреждения. Красной нитью всех наших выступлений звучит такая информация про информирование национального координационного центра. Мы еще раз упоминаем, призываем к тому, что необходима информация, которая у вас появляется про компьютерные атаки, про компьютерные инциденты, необходима для пополнения нашей общей базы знаний, которая нашими подразделениями, в том числе информация этой базы знаний нашим подразделениям, в том числе анализируется, делаются какие-то выводы, строятся в том числе прогнозы на возможность использования злоумышленниками каких-то вредоносного какого-то программного извещения, а в том числе возможно какие-то использования целенаправленных атак. Так вот, получаемые данные используются нами для оперативного доведения до владельцев информационных ресурсов той информации, которая актуальна для данных владельцев, для их информационных систем. А для того, чтобы мы могли понимать, кому предоставлять такую информацию, владельцы, субъекты критической информационной инфраструктуры должны провести, в первую очередь должны провести инвентаризацию своих информационных ресурсов. Инвентаризация это получение и поддержание в актуальном состоянии сведений о своих информационных системах. Там различные, что такое различные доменные адреса, доменные имена, компоненты информационных ресурсов и так далее. Только в этом случае мы сможем более, имея информацию о ваших информационных ресурсах, результаты инвентаризации, можем более эффективно и целенаправленно доводить информацию точечно до какого-то субъекта критической информационной инфраструктуры. И эта функция, функция, я имею в виду инвентаризации, является, на наш взгляд, первоначальной такой функцией подразделений, которые создаются, подразделения госсобка, центров госсобка, подразделений. Мы строим систему взаимодействия, при которой объекты оперативно делятся информацией, тем самым позволяя существенно повысить оперативность и эффективность мер защиты, своей защиты, а также мер защиты коллег соседних субъектов критической инфраструктуры, то есть в целом участников госсобки. Следующий приказ, это приказ, утверждающий перечень информации, предоставляемую в госсобку. Приказ является таким он кратким. Какую информацию о компьютерном инциденте, связанном с функционированием объекта критической инфраструктуры, передавать обозначено в этом приказе, про технические параметры, состав технических параметров о компьютерном инциденте будет немного подробнее рассказано в следующем выступлении моим коллегой. Поэтому здесь, в принципе, как я сказал, такой приказ, он довольно-таки короткий, лаконичный и, в принципе, тут все понятно. Про другие приказы, как я сказал, они пока еще находятся в проекте, но в декабре они будут подписаны. И я думаю, производители особенно ждут приказа, производители средств ждут приказа о требованиях к средствам госсобки. Но вот надо дождаться, да, я думаю, еще немного, и в декабре же скоро мы их выпустим, эти приказы. Но кратко остановлюсь на этих трех приказах, проектов приказов, да. Первое это об утверждении порядка информирования ФСБ о компьютерных инцидентах и реагирования на такие инциденты, принятие мер по ликвидации последствий компьютерных атак. Ну, основные, ключевые моменты этого подзаконного акта. Отмечу, что в данном порядке реагирование обозначено именно в соответствии с законом, да, это обозначено, что реагирование ошляет именно значимые субъекты критической информационной инфраструктуры. Такие субъекты в ходе реагирования и принятия мер по ликвидации последствий инцидента при необходимости могут привлекать подразделения и должностные лица ФСБ России. Существует, будет существовать возможность привлечения таких подразделений и должностных лиц, в том числе наших региональных подразделений. В этом плане будет заключаться, скорее всего, какой-то там создаваться регламент между субъектом и, ну, он будет тройственный такой регламент, субъект критической информационной инфраструктуры, наше региональное управление и национальный коррекционный центр. Пока видим, что этот регламент будет тоже он такой небольшой, лаконичный, в нем будут указаны контактные лица с той и с другой стороны, которые в случае оперативного решения задач будут привлекаться к реагированию и к ликвидации последствий компьютерных атак. Ну, а также какие-то шаги, которые первичные шаги для решения появившейся проблемы. Также будет предусмотрено проектом, что субъект должен будет разработать план реагирования. Данный план реагирования, он будет утверждаться руководителем объекта, допустим. План будет формироваться в целях подготовки к реагированию и ликвидации последствий компьютерных инцидентов, компьютерных атак. Для чего этот план, очевидно, субъекты критической информационной инфраструктуры должны знать, этот план будет служить для того, чтобы какие же первичные шаги необходимо предпринимать субъекту для реагирования и ликвидации последствий. Данный план с учетом, понятное дело, угрозы информационной безопасности, это меняющаяся величина такая, угрозы появляются новые, модифицируются и так далее. Поэтому и план необходимо будет с учетом угроз, а также с учетом, и в плане это будет предусмотрено, что субъект должен проводить периодические тренировки по реагированию на компьютерные инциденты. И с учетом результатов этих тренировок и постоянно меняющихся угроз, необходимо будет вносить коррективы в данный план. Ну, это очевидно, да, с учетом сложного вопроса информационной безопасности, особенно значимых субъектов Кии. Как я уже сказал, следующие приказы это требования к средствам ГОСОПКИ, а также приказ об утверждении порядка технических условий установки данных средств. Основные моменты отмечу, что средства ГОСОПКИ это средства, которые собирают информацию о событиях информационной безопасности, в том числе осуществляют там фильтрацию, корреляцию событий информационной безопасности, выявление компьютерных инцидентов, поступающие от различных источников. Этими источниками могут быть как средства обнаружения вторжений, антивирусные средства, различные прикладные сервисы. В общем, то, что функционирует у субъекта критической информационной инфраструктуры, то есть так называемые информационные ресурсы, то, что субъект должен проинвентаризировать, как я уже сказал. Хотел отметить также о некотором заблуждении. Часто очень, ну не часто, но сейчас менее часто, да, но ранее было очень часто, вопрос создавали. Мы установили у себя средства обнаружения вторжений на внешнем периметре, он ставится, и мы считаем, что мы в ГОСОПКИ, мы вам даем информацию о компьютерных атаках, причем хочу отметить, это всего лишь на всего внешний периметр. Это, как я сказал, это заблуждение, заблуждение, и конечно же это лучше, чем вообще ничего, да, но то, что происходит там внутри сети, во внутренних информационных системах о самих инцидентах, знать в этом случае, в данном случае при установке средства такого, да, мы не будем, но в принципе, наверное, вы тоже. И в соответствии с перечнем информации, которая обозначена в приказе, да, в предыдущем приказе, вам будет сложно, ну может быть даже невозможно предоставлять ту информацию, которая перечнем информации предусмотрена. Субъект критической информационной инфраструктуры, согласно приказу о порядке технических условий, установки, он может, он должен будет согласовывать с ФСБ России установку данных средств. Место установки этих средств определяется субъектом самостоятельно, также предусмотрено проектом приказа, что установка, возможно, будет шляться организации, которые шлят деятельность в области защиты информации. Теперь о методических документах, которые мы выпустили, и на пленарном заседании было отмечено, что данный методический, пакет методических документов был направлен в 72 организации уже. Их данные методические документы можно получить путем направления письменного запроса по адресу, который представлен на слайде. Причем в этом запросе необходимо отразить про себя, про свою организацию, цель получения данных документов, и для понимания того, с кем мы начинаем организацию взаимодействия, приложить имеющиеся копии лицензии ФСБ России. Данные требования распространяются, данные требования к подразделениям Гособки распространяются на субъекты критической информационной инфраструктуры, которые создают у себя подразделения, которые относятся к силам Гособки, а также распространяются на центры Гособка, создаваемые для оказания услуг, обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. На слайде представлены также те документы, пакет документов, которые мы будем направлять в соответствии с вашим запросом. Возвращаясь к требованиям к подразделениям Гособки, получив данные документы, вы субъект или центр будущий, субъект Гособки, кратко называем, субъект Гособки принимает, анализирует данные документы, принимает для себя решение, сможет ли он выполнять те функции, которые указаны в данных документах и при принятии решения направляет в адрес, опять-таки, директора Национального Координационного Центра положение от центра Гособка, регламент деятельности, штатное расписание и должностные инструкции сотрудников, а также прикладывает копии лицензий ФСБ, а также предусмотрено данными требованиями копия лицензии ФСТЭК на услуги по мониторингу информационной безопасности. Далее, получив от вас эти документы, мы их смотрим, исследуем и при необходимости доработки этих документов, мы начинаем процесс подготовки соглашения, заключения соглашения с данным субъектом или с центром Гособки. В настоящее время соглашения будут заключаться от имени директора Национального Координационного Центра, это предусмотрено нашим приказом 366-м о подтверждении положения в Национальном Координационном Центре. Типовое соглашение мы направим в ваш адрес, в принципе, вместе с пакетным документом можно направить. После того, как соглашение будет заключено, допустим, это относится к центру Гособки, который оказывает услуги, после заключения этого соглашения данная организация может оказывать именно услуги в части Гособки. И субъекты критической информационной инфраструктуры, любые другие организации должны на это обращать внимание при обращении какой-то организации, чтобы они, данная организация, центр Гособки выполнил необходимые услуги по взаимодействию с Гособкой, на это необходимо обращать внимание, это наши условия наличия данного соглашения. Дальше остановлюсь на том, какие возможны взаимодействия с НКЦ. В связи с тем, что мы анализируем различные проблемы такого взаимодействия, мы выходим на таких два пока основных направления взаимодействия. Это предусмотренное законом взаимодействия субъектов критической информационной инфраструктуры иных организаций, информировать и взаимодействовать с НКЦ, то есть напрямую с НКЦ идет взаимодействие какой-то конкретной организации. При необходимости подключается, это взаимодействие происходит автоматизировано с подключением технической информационной инфраструктуре НКЦ, либо возможно на каких-то первоначальных этапах, мы это понимаем, что нет, скажем, в настоящий момент каких-то временных кадровых и финансовых ресурсов обеспечить сразу создать это подразделение, обеспечить всеми средствами, подключиться. Мы и в приказе это предусмотрено, возможность взаимодействия с нами пока там альтернативными какими-то средствами связи, телефон, факс, имейл. Все это сделано для того, чтобы более оперативно и более полно сразу же насыщать нашу базу вот этих знаний о вредоносной активности. Ну то есть первый вариант напрямую, он очевиден, он понятен. Как я сказал, анализируя проблемы особенно крупных организаций, мы пришли к такому взаимодействию, к варианту взаимодействия, как через центр госсопки. То есть организации, холдинги, корпорации, допустим, они могут у себя создавать какой-то единый центральный центр госсопки корпорации или холдинга. И все дочерние или подведомственные предприятия, они могут, во-первых, у себя организовывать процессы по обнаружению приближения компьютерных атак и данную информацию передавать в центр госсопки данного холдинга, допустим. И уже взаимодействие с координационным центром идет через единую точку, через центр госсопки какой-то корпорации. организации. Но опять-таки существует и данные дочерние организации, они могут в зависимости от своих каких-то условий, они могут выбрать вариант взаимодействия с координационным центром напрямую. При центром госсопки может быть корпорацией или холдингом, да, может, корпорация или холдинг может привлечь центр госсопки, который оказывает услугу. То есть вторая организация, то есть та организация, с которой мы заключили соглашение. И также идет взаимодействие по второму варианту. В этом случае, в случае второго варианта, не напрямую, мы должны у себя знать, кто информирует нас о своих компьютерных атаках, выявленных, и через кого. Для этого организации, дочерние организации, любые другие организации направляют в наш адрес информационное письмо о том, что вот они выбрали такой вариант взаимодействия с координационным центром через либо корпоративный центр свой, либо через центр госсопки, который оказывает услугу. И центр госсопки, который оказывает услугу, также направляет нам информацию о своей зоне ответственности, так называемой, которая у нас прописана и в соглашениях, да, такое понятие. И данный, значит, центр госсопки также направляет информацию и информирует нас, что в их зоне ответственно находятся такие-то предприятия и информирование идет через них. Также надо понимать, что в этом случае информация от координационного центра о методах и средствах проведения комитетных атак также будет доводиться до данного центра и в обязанности этого центра будет, в обязанности будет лежать реализация данных наших, данной нашей информации на уже субъект, на других организациях, да, на своих, кому оказывают услугу. Тем самым мы строим, пытаемся, да, строить и строим систему, которая будет охватывать все информационное пространство Российской Федерации. Также в этих требованиях предусмотрены классы центров госсопки, корпоративных центров госсопки. Они разбиты на три класса, но данные классы, они основаны на, на наших предыдущих первичных методических рекомендациях по созданию центров госсопки. Ну, понятное дело, что первый класс, класса, он должен будет выполнять все функции, предусмотренные данными нашими требованиями. Класс B, второй, за исключением двух функций по ликвидации последствий, анализа результатов ликвидации таких последствий. И класс V, это самый такой минимальный класс центра госсопки, который будет оказывать услуги, представленные на слайде. Это мы все сделали, делаем для того, чтобы мы понимаем, что на всей территории Российской Федерации в каких-то регионах может не найтись какого-то организации, которая может выполнить все функции. и поэтому мы понимаем, как бы прописываем то, что для субъекта, для какой-то организации центры госсопка могут могут кооперироваться и выполнять услуги, оказывать услуги данной организации двумя, даже двумя центрами. В принципе, у меня все. Спасибо за внимание.